Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марина Вгородова и Николай Слепцов у микрофона редактор Сарглана Антонова. К 2022 году Россия должна войти в десятку ведущих держав, которые удерживают самую высокую планку в мире по уровню образования в школах и средних специальных учебных заведениях. Такая цель заявлена в национальном проекте образования, разработанном Минпросвещение Российской Федерации. Второй целью, заявленной в проекте, является задача воспитания гармонично развитой социально адаптированной личности на основе традиционных духовных и нравственных ценностей народов нашей страны. В нацпроект под пунктами входит ряд программ, одна из которых называется «Современная школа». И сегодня в программе мы говорим о том, как особенным детям легче освоить школьную программу, получить первые профессиональные навыки, а также о том, что даст ребятам участие образовательного учреждения в федеральном конкурсе «Добра школа». Об этом поговорим мы с нашими гостями. Итак, это исполняющий обязанности директора Республиканского центра психолога-медико-социального сопровождения Роберт Николаевич Андреев. Здравствуйте. Добрый день. Директор специальной коррекционной школы-интерната номер 34 города Якутска Константин Константинович Чичигинаров. Добрый день. Добрый день. И заместитель директора Республиканской специальной коррекционной школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Светлана Сергеевна Захарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. Ну что же, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы задать Роберту Николаевичу. Прежде чем мы начнем говорить о той работе, которая проводится по региональному проекту «Современная школа», давайте несколько слов все-таки скажем о нем. На что направлен сам проект? Какие задачи он призван решить? Ну, значит, проект «Современная школа», она реализуется, как вы сказали, в рамках национального проекта образования. И в нашей республике под эгидой Министерства образования и просвещения нашей республики, значит, реализуются мероприятия современной школы, где у нас есть проект «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья», в которых наша республика начала именно по данному направлению участвовать в 2020 году. А сам проект федеральный, он реализуется в рамках тоже федерального проекта «Добра школа» называется. И он, значит, был запущен в 2019 году. А наша республика начала заниматься именно, значит, созданием условий и обеспечением специальными современными оборудованиями наших специальных коррекционных школ с 2020 года. Давайте теперь перейдем к основной миссии вашего центра. Ну, наш республиканский центр психолога-медика социального сопровождения, только в этом году он назначен оператором всех этих мероприятий. Значит, мы курируем, как бы, весь сам процесс от начала, скажем, заявления покупки, да, значит, тендеров этих самых оборудований до доведения их до наших специальных коррекционных школ, до совместного с ними реализации дорожной карты по исполнению всех тех поручений, которые нужно сделать именно в рамках проекта. А это именно, значит, не столько получение данного оборудования, да, не столько, значит, их доведение до школ и, скажем, там, создание каких-то кабинетов учебных, мастерских и так далее, но и обучение специалистов, то есть тех же самых учителей, которые будут работать на этих оборудованиях с детьми. Там же есть очень, значит, большое направление в части, значит, проведения курсовых мероприятий, различных и других мероприятий, в том числе это и работа с родителями, чтобы там были, проводились и конференции, и семинары, потому что данное направление будет именно важным для обучения всех наших детей с ОВЗ, то есть с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в различных наших улусах, да, в общеобразовательных учреждениях, потому что те самые школы, которые участвуют в данном проекте Добра школа, они уже с того момента, как они вошли в этот проект, начинают становиться опорными, такими ресурсными центрами, они будут работать не столько со своими детьми, сколько для того, чтобы проводить, скажем, стажировки для педагогов, да, те же самые, те же самые семинары, будут, значит, проводить показательные какие-то мастер-классы и так далее, чтобы на местах наши учителя, которых есть в своих классах дети с ОВЗ, да, с особыми образовательными потребностями, чтобы до них, ну, доводила самая современная и актуальная информация. С 2022-го ваш центр проводит мероприятие «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья», да. Расскажите, пожалуйста, на что направлена работа данного мероприятия, какие школы туда входят? Ну, как я уже отметил, значит, мы на данном этапе работаем пока что с коррекционными учреждениями, да, значит, специальными коррекционными учреждениями. В этом году в нашем проекте участвуют две городские специально коррекционные школы. Это школа Константина Константиновича, это СКШИ номер 34. И есть у нас, значит, тоже, да, городская специально коррекционная школа номер 22. Это в этом году. А в прошлом году, значит, на уровне республики были обеспечены две республиканские специально коррекционные школы, да. Это вот мы, как в народе говорят, речевая школа. Вот Светлана Сергеевна тоже, она расскажет, как они вот с прошлого года очень хорошо, очень эффективно используются данное оборудование. И те педагоги, которые там бывают, они, ну, прямо с такими глазами очень воодушевляются, тоже хотят участвовать в данных мероприятиях. Ну, этот проект у нас, он, вот сказал, что с 20-го года, да, он пока расчистен до 24-го года, там потом уже будет пролонгация и так далее, да. И вот этому проекту будут уже не столько вот республиканские либо городские школы присоединяться, но и, значит, другие наши школы, в которых есть дети с АВЗ, да, это у нас есть и муниципальные коррекционные школы. И в следующем году их уже будет пять, пять школ будет этими оборудованиями. Там, да, там есть и город Якутск, там есть Ус-Алданский, Мегина-Кангаланский и Нерюнгринский. А у нас телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я являюсь родителем учащейся Республиканской операционной школы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, речевая школа. Хотелось бы искренне поблагодарить и выразить огромную признательность всему коллективу речевой школы за ежедневный, большой и ответственный труд по воспитанию и обучению наших детей. И мой вопрос завучу этой школы Захаровой Светлане Сергеевне. Какие новшества, ой, как изменится учебно-воспитательный процесс после завершения строительства здания новой школы? Все ждут, конечно же. Мы все ждем, очень такое радостное событие для нас. Оно уже в плане стоит давно, но только вот с прошлого года этот вопрос двинулся с места, именно с подачи нашей главы республики и правительства республики Саха-Якутия. Оно строится в государственном частном финансировании. Сейчас уже стены поднялись, уже окна намечаются, внутренние работы ведутся. Конечно, мы будем рады не только зданию, что оно будет благостроенное абсолютно, комфортное, не только для детей, но и коллектива нашей школы. Конечно, изменится многое. Условия, они тоже обязывают, чтобы содержание было изменено, подходы и реализации, конечно, будут изменены. Именно в части учебно-воспитательного процесса. Интернат будет с теплым переходом, так что эти помещения тоже будут использованы не только после обеда, то есть воспитанниками интерната, но и учащимися. У нас же очень много коррекционных занятий, много внеурочных занятий и много других событий учебных, воспитательных, которые требуют дополнительного помещения. Ну и с введением дополнительного помещения, конечно же, количество мероприятий, качество, я думаю, увеличится. Не то, что увеличится. Мы, конечно, и сейчас проводим достаточно, но они будут качественнее именно по содержанию, по методике проведения и, конечно, по профессиональной помощи со стороны педагогов нашей школы. И добавлю, что использование того оборудования, которое пришло в рамках проекта Добра Школа. Ну и сейчас оно и используется, конечно. Конечно. Хорошо. Роберт Николаевич, давайте все-таки уделим внимание нашим детям с ограниченными возможностями здоровья. Работа с ними – это одно из направлений работы вашего центра. Да. Ну, статус обучающегося с ОВЗ, ну, как мы коротко говорим, это обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, они, значит, получают при прохождении обследования, значит, психолого-медико-педагогических комиссий, как территориальных, так и вот в нашем центре есть республиканская центральная комиссия. Значит, за 2021 год, по данным наших муниципальных комиссий и нашего центра, значит, статус с ОВЗ получили 6123 обучающихся. Вот. Ну, есть еще у нас за 6000 детей с инвалидностью, значит, да. И, конечно, это в рамках, скажем, только специальных коррекционных школ такое количество детей, скажем, обеспечить, конечно, невозможно. Есть у нас обучающиеся и, скажем так, в общеобразовательных организациях. И, конечно, вот то мероприятие, которое у нас идет в рамках проекта по обеспечению специальных коррекционных школ, они, значит, в новом качестве, в качестве стимулирования деятельности на местах, оно, конечно, должен дать толчок для того, чтобы у нас инклюзивное образование развивалось на местах. Каков источник финансирования вот всех этих мероприятий, о которых мы говорили? Да, значит, финансируем, мы участвуем, значит, в проекте «Добра школа» по линии «Современная школа», да, которая, значит, дает федеральная казна субсидии. На эти субсидии идет софинансирование, значит, с нашей республики и в конечном итоге идет финансирование всех наших мероприятий. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И сегодня мы говорим о проекте «Современная школа». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о проекте «Современная школа», о том, как особенным детям помочь освоить школьную программу, получить первые профессиональные навыки, а также о том, что даст для ребят участие в образовательном учреждении в федеральном конкурсе «Добра школа». Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале «НВК Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем. Роберт Николаевич, какова на сегодня дорожная карта проекта «Современная школа»? Ну, согласно дорожной карте, то, что я сказал ранее, в этом году у нас оборудованием обеспечиваются две специально коррекционные школы города Якутска, которые уже в данный момент начинают процесс получения данного оборудования. Оборудование практически на 90% сейчас находится в городе Якутске. Все-таки были опасения, связанные с закупкой таких вот высокотехнологических оборудований и так далее, связанные с видеомониторами и так далее. Но, к счастью, это все было решено очень хорошо. Все поставщики очень добросовестно постарались, привезли. И у нас сейчас идет процесс согласования. Это должно быть и на уровне республики, и на уровне города Якутска, чтобы это оборудование дали. И уже к 1 сентября, да, Константин Константинович, мы должны все это оборудование представить общественности, представить педагогам, учителям, родителям. Как уже с начала мучебного года процесс занятий на данном оборудовании уже был прошел. То есть начинался уже с начала мучебного года, с 1 сентября. Хорошо, у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, это Мария из города Якутска. Я в данный момент перехожу в профессиональную переподготовку на логопеда. И, может быть, руководитель этого проекта может сказать, вот он ранее сказал, что будут семинары, курсы, онлайн какие-то курсы, а где это можно будет узнать, чтобы пройти курсы, допустим, для меня, вот как для будущего логопеда. Хорошо. Ну, в системе образования у нас есть институт развития образования, ИРОПК, как мы говорим, да, там на их сайте обязательно найдете всю информацию о получении каких-то дополнительных, значит, курсов и так далее, семинаров. Наш центр, Республиканский центр психолога-медика социального сопровождения проводит практикоориентированные семинары, и по данной части у нас вот в осени уже тоже будут такие открытые мероприятия, и тоже на нашем сайте Республиканский центр, называется rcpmss.rf, очень просто там можно зайти, прогуглить, как говорится, да, и там вся информация у нас выходит. Мы такие семинары для педагогов, которые переобучаются и так далее, мы, конечно, проводим. Но у нас именно практическая такая часть. Хорошо, мы продолжаем наш разговор. Проект Добра школы – это один из уникальных векторов национального проекта образования, благодаря которому дети с особыми образовательными потребностями могут смело интегрироваться в условиях современного рынка труда. Светлана Сергеевна, давайте начнем нашу беседу с того, что вы приняли участие в федеральном конкурсе Добра школа, да, это было в прошлом году, да? Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, наша школа принимала участие, сам руководил директор с теми документами, которые мы должны были послать по этому конкурсу в Москву, мы посылаем. И с первой подачи, конечно, они были одобрены. Анатолий Алексеевич был очень доволен этим. И получили, мы как раз должны были, вот, 1 сентября, но немножко у нас задержка бывает вот этих вот разделов имущества республиканской, городской. Мы получили, мы очень довольны, 4 стола логопедических мы получили, которые имеют уже 12 программ по именно развитию речи детей и коррекции. Получили оборудование алмазное, вот, резко, по дереву, может быть, по пластику, и уже дети с удовольствием работают. Вот у нас Николай Ильич овладел этой технологией, и детей тоже привлекает. Также мы получили умное зеркало. Дети говорят, там оно оборудовано сопровождением звуковым, и дети, когда говорят, то они слышат свой голос, правильно ли они говорят. То есть им это помогает контролировать своё правильное произношение. Швейное оборудование получили, швейную мастерскую. Дети шьют, вышивальную машину туда же получили, гладильное оборудование. То есть всё для того, чтобы дети работали на более современной технике. У нас-то было, конечно, это всё, и швейная мастерская, и машины промышленные даже. Но это уже, конечно, было прошлого века. Ещё с советских времён. Но сохранность у нас хорошая, дети работали. И, конечно же, и учителям интересно. Там можно не только 12 программ использовать, можно другие уже закачать и работать уже по другим программам. Дети с большим удовольствием работают на этом оборудовании, потому как им очень интересно. Они же теперь, наши дети, предпочитают именно гаджеты, компьютеры, телефоны. И это им очень даже приятно и интересно работать на них. Какие вообще новые результаты вы получили после приобретения оборудования? Особо новых результатов, конечно, мы нынче не будем говорить, потому что эти годы пандемии, скажем так, дистанционное обучение, конечно, очень мешают коррекционной работе. Коррекционная работа – это действительно практическая совместная работа с ребёнком. А дистанционно показать, где должен быть язык, где зубы, как должны быть расположены губы – это очень сложно. И, конечно же, говорить о том, что очень больших результатов мы добились нельзя, но у нас процент успеваемости нынче 100%, и по школе уже качество 56%. Ну, считается, что должно быть в начальной школе 60%, у нас 62% качества, и в основной школе намного выше стало. Это не только оборудование, наверное, помогает, но и те мероприятия, которые проводятся вот и РОПК, Института развития образования и повышения квалификации. Мы каждый год, ежегодно на базе школы проводим курсы. И нынче выбрали как раз компетентностный подход, компетентностное обучение, функциональная грамотность учащихся. Это очень, оказывается, современно и нужно. И мы сейчас вот задались уже целью улучшить именно технику чтения. Раньше, если бы им только механически там скорость чтения проверяли, там несколько вопросов задавали, то теперь мы совершенно другим параметром проверяем. Проверяем, в первую очередь, понимание текста, извлечение информации, использование этой информации, потому как требование к экзаменам, и сейчас введено итоговое собеседование, которое предполагает, именно ребенок должен прочитать текст и из этого текста ответить на вопросы. Это дает им уже как бы допуск экзамена. Без этого итогового собеседования ребенок не может допущен быть к экзаменам. А экзамены – это аттестат. Это уже на результат, и, конечно же, это им дает поступление в профессиональное учебное заведение, получить профессию, и дальше по жизни уже идти самостоятельно. Светлана Сергеевна, а как ведется работа по федеральным стандартам государственного? Какие трудности были при введении в ГОС? Ну, да. Мы с 2015 года, в общем-то, в экспериментальном порядке перешли на ФГОС ОВЗ начальной школы. Первый год пробный был очень трудный, потому что там и часы, и как-то даже часов логопедии не было. Даже вот такое вот было. И, конечно же, мы писали отзывы везде, во все инстанции. И с 2016 года, когда мы стали работать в штатном режиме, эти часы появились, развитие речи, произношение и логаритмика. Вот коррекционные занятия именно по коррекции речи. Коррекции речи. И мы успешно работаем по этим технологиям. И как раз нам нравится конкретно, какие требования предъявляются к результатам. Учитель сам планирует осенью, планируемые результаты. И он должен добиться к концу года и вообще к окончанию школы. Это, я думаю, улучшило как раз вот это не только успеваемость, но и качество. И это доказывается тем, что наши дети очень хорошо участвуют в Бобилимпиксе. То есть это компетенции, скажем. Мы начинали только с одной компетенции бисероплетения. Но мы в этом году уже участвовали по шести компетенции. И не зря мы выбрали вот эти курсы функциональной грамотности учащихся. Там глобальной компетенцией является чтение. И если человек прочитал, понимает текст и что нужно с этим делать, конечно, у него будут успехи по всем устным предметам. И не только по устным, но и по математике. Хорошо. И каково современное состояние обучения детей с речевыми нарушениями? Ну, мы не отстаем от современных требований. В этом году мы уже приступили к апробации федеральных государственных образовательных стандартов в основной школе. Уже структуру учебного плана мы привели в соответствие. Ну, требованиям ФГОС мы уже перешли давно, когда только начинали в начальной школе. Это деятельностный подход, это добывание самостоятельных знаний. А учителя ведут только к этому. То есть все требования, которые предъявляются по федеральным государственным образовательным стандартам, они очень нужны каждому ребенку. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы снова проявимся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о проекте «Современная школа». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о проекте «Современная школа», о том, как помочь особенным детям освоить школьную программу, получить первые профессиональные навыки, а также о том, что дает для ребят участие образовательного учреждения в федеральном конкурсе «Доброшкола». Напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионный и радиоканале НБК Саха. Мы работаем в прямом ухеере. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Ну что же, давайте завершим, наверное, Светлана Сергеевна с вами разговор в целом по вашему учебному заведению, что в целом дает для детей с ОВЗ вот таким образом созданная образовательная среда, об обеспечении новым современным оборудованием, да? Я знаю, что у вас сейчас идет мониторинг внедрения проекта. Ну да, мониторинг внедрения вот этого оборудования, использование этого оборудования идет. Ну, мы уже отчитались, наши учителя пользуются ежедневно, не только по коррекции речевых нарушений, но и на уроках вот эти логопедические столы. Поэтому детям интересно. Это не то, что вот на доске написал мелом, или там картинку какую-то показал. Это уже двигающиеся такие вот демонстрационные материалы. Могут и взять из Википедии материал. И, конечно же, это всегда будет улучшать и качество, интерес. Прежде всего, интерес вызывает, а интерес, это, конечно же, дает больше эффективно усваивать тот материал, который дает учитель. Ну и говорить о том, что это нужно детям не только с речевым нарушением, но и для детей всех категорий с ограниченными возможностями здоровья. Это нужно, потому что вот эти вот конкурсы Обилимпикс, они это доказывают. Если мы начинали с одной компетенции, то сейчас мы участвуем в шести компетенциях, и это будем расширять. И это их готовит уже к первому знакомству с профессиональной деятельностью, и чтобы они продолжили по этому же направлению. И у нас ежегодно поступаемость очень хорошая. И дальше наши выпускники все участвуют уже в конкурсах WorldSkills и занимают призовые места. Ну что же, это действительно здорово. А мы продолжаем наш разговор. И наш следующий собеседник, это директор специальной коррекционной школы-интерната номер 34 города Икутска, Константин Константинович Чичигенаров. Расскажите, пожалуйста, по каким образовательным программам вы работаете? Добрый день. Наша школа работает по двум образовательным программам. Это как бы две школы объединены в одну, потому что мы реализуем ФУГОС для детей с ОВЗ. Программа 7.2 – это задержка психического развития. Это первое. А вторая программа ФУГОС УОО – это умственная сталость, интеллектуальные нарушения. Следовательно, у нас два корпуса, два педагогических коллектива, как бы работающие одни с детьми с задержкой психического развития, а другие с детьми с умственной сталостью, интеллектуальными нарушениями. И, конечно, работа ведется очень интенсивно, потому что наши педагоги, они очень опытные, да? И эти дети, они нуждаются в специальной коррекционной работе. Ну, давайте поговорим о специалистах, которые, кстати, вот работают у вас. Уделим внимание педагогическим кадрам. И, видите, от них в конечном итоге зависит то, чему и как обучатся дети. Да. Педагогический коллектив в этом году состоит из 62 членов педагогов, да? И есть специалисты все, логопеды, дефектологи, психологи. И педагогический состав, он очень опытный, они работают давно. И основание нашей школы – 1991 год. И есть педагоги, которые работают со дня основания данной школы. Они работают по адаптированным образовательным программам. Это адаптированная образовательная программа, это индивидуальные программы, да? Каждый подход ребенка, он индивидуален. И педагоги, они проходят регулярно систематические курсы повышения квалификации. Они все переподготовлены на олигофренопедагога. Это требования, потому что они работают детьми особыми образовательными потребностями. Хорошо. А я знаю, что вы тоже принимали участие в четвертом всероссийском конкурсе «Доброшкола-2022». Вот расскажите, пожалуйста, об участии в этом конкурсе. Как к нему готовились? Что вы для этого специально подготовили? Мы очень благодарны, что мы попали именно к участию в этом конкурсе и стали победителями. В этом году именно этот конкурс распространился на городские коррекционные школы. Проект «Доброшкола» именно направлен на развитие коррекционных школ, коррекционного образования. И в этом году именно с городских коррекционных школ участвуем мы, 34-я школа, как уже сказали, и 22-я коррекционная школа. Требования были очень четкие, потому что дорожная карта, она сформирована Министерством Просвещения Российской Федерации. И там все четко расписано, к какому сроку какие документы должны быть готовы, какие требования стоят. И все требования мы выполнили, прошли, составили инфраструктурный лист. Это значит, какое оборудование мы хотим, в каком количестве. И они довели до нас, например, планы. Эти оборудования мы уже должны получить в июле месяце. Роберт Клаш же сказал, что около 90% они живут в Якутске. Теперь идут согласования. Мы подготовили места, рабочие места, получаем для учителей, для учителей начальных классов, интерактивные доски. В основном, какое оборудование поставляется, Светлана Сергеевна уже сказала. Мы благодарны именно речевой школе Анатолию Алексеевичу и Светлане Сергеевне, потому что они провели для нас обучающий семинар практически. Показали, какое оборудование они используют, как обучают. Педагоги у них у всех обучены. И исходя из этого, мы очень даже подошли рационально, какое оборудование нам нужно для наших детей. Закупили интерактивные столы, интерактивные доски, интерактивный пол есть. Это для активного отдыха детей во время перемены. Это нашим детям очень необходимо. Но в основном, на что направлено наше обучение? Именно привитие бытовых, жизненно важных компетенций для детей, наших детей. Именно в стенах школы они должны получить эти компетенции. Ну, в большинстве. После этого они должны использовать в обычной жизни. Поэтому очень большое требование стоит перед учителями. Новинку, то, что мне называлась Светлана Сергеевна, мы заказали глиняной станок для работы. Гончарная мастерская. Гончарная мастерская, да. Именно для развития мелкомоторики наших детей. Конечно, швейные машины, швейная мастерская мы заказали, потому что наши дети очень талантливы в этом плане. Они именно обожают прикладную, вот прикладные предметы, да. И они своими руками делают, например, изделия. Мы провели среди учителей в конце учебного года смотр именно рабочих программ. Теперь они разрабатывают, и замечания какие-то направления сделали, они разрабатывают новые учебные планы, рабочие программы, чтобы использовать в следующем году такое оборудование. И перед нами, конечно, в следующем году будем мониторить, будем давать результаты, работа в этом плане будет вестись. На Ваш взгляд, вот каковы перспективы Вашей школы? Можно ли предполагать, что в дальнейшем, в будущем, она станет неким центром, может быть, какой-то методической работы, либо ресурсным центром, да, который оказывает педагогическую помощь, психологическую помощь, например, родителям, с детьми и так далее? Да. И сегодня мы являемся ресурсным центром среди городских школ. Наши педагоги именно по запросу выезжают, проводят семинары, потому что и в обычных школах очень много детей с ограниченной возможности, потому что это не здоровье, и учителя, предметники, они испытывают трудности, а специалисты, они дают советы, да. И очень отрадно, что у нас будет строиться новое здание школы. Теперь, сейчас мы учимся в приспособленных зданиях двух. У нас есть интернат, а новое здание будет, ну, дворец, так скажем, на 550 мест с интернатом. И мы очень ждем, когда начнется строительство, и когда мы пойдем в новое здание. Тогда, конечно, к этому моменту мы должны быть готовы к содержательной части проведения наших программ. Конечно, не унываем совсем. Повторяюсь, наши педагоги, они большие профессионалы. Хорошо, спасибо вам за очень интересные ответы. Ну и в завершении нашей программы хотелось бы, конечно, услышать пожелания коллегам, педагогам, директорам, чтобы они активнее участвовали в проекте Доброшкола. Ну, конечно, мы дальше, вот мы и специальные коррекционные школы. Это вроде бы тоже в образовании дифференцированного обучения, это тоже должно быть прошло, между прочим. Ну, у нас в республике-то всего их 23, 4, вот мы республиканские. Ну, республиканские мы все позиционируем себя как ресурсный центр, дистанционные проводим, и практики студентов, СВФУ, ПЕД-института, ПЕД-колледжа. Так что наши тоже педагоги, все большие профессионалы, все имеют высшую и первую категорию и работают, конечно, очень эффективно. На успех. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сарглана Антонова-Сиомдов.